Итак, здравствуйте! С вами Станислав Кузнецов и сегодня мы с вами поговорим о том, как на операционной системе Windows 10 установить FTP-сервер и опубликовать свой собственный FTP-сайт. Сразу хочу сказать, что возможность публикации FTP-сайта доступна не во всех редакциях Windows 10. Например, в самой дешевой домашней либо Home такая возможность отсутствует. Соответственно, хотите публиковать FTP-сайты, приобретайте более дорогие редакции, такие как Professional, Educational или Enterprise. Второе, что необходимо заметить, даже если вы приобрели дорогую редакцию, то компоненты, отвечающие за публикацию FTP-сайта, они по умолчанию отключены. Их надо включить. Что мы сейчас с вами сделаем? Мы с помощью Google Chrome обратимся на свой же собственный IP-адрес и удостоверимся, что никакой FTP-сайт там не работает. Для этого мы сначала посмотрим IP-адрес нашего компьютера с помощью команды ipconfig. 7150, запускаем Chrome и вводим FTP, это принадлежность того, что мы хотим FTP просмотреть на нашем компьютере. И наш IP-адрес 192.168.7.150, Enter. И смотрим, что никакой FTP-сайт у нас не опубликован. Это нормальная ситуация. Следующий этап, что мы сделаем, это включим компоненты, отвечающие за FTP-сервер. Для этого запустим панель управления. И зайдем в программы и компоненты. А также зайдем в включение и отключение компонентов Windows. Расширяем. Значит, компоненты FTP находятся вот в службах EIS. Вот ставим галочку FTP-сервер. Ок. И, собственно, сейчас после отработки параметров наш FTP-сервер заработает. Нажимаем закрыть. Закрыть. Можно сейчас опять-таки обновить страничку, посмотреть, что FTP-сервер. Компьютер не хочет, потому что мы не опубликовали FTP-сайт. Итак, следующий этап. Публикация FTP-сайта. Жмем на компьютер. Создаем папочку на диске C. Ну, например, с произвольным названием. Например, назовем ее FTP. FTP. Что такое FTP-сайт в двух словах? Это папка, которая дана в доступ по протоколу FTP. Вот папка FTP у нас будет дана в доступ к протоколу FTP. Внутри можно создавать файликов с произвольным содержимым. А также можно создать других папочек. А также в этих папочках можно создавать других под папочек. Вообще, трафик FTP раньше был крайне популярен в 80-е годы. Трафик составлял до 80% всего мирового интернета. Ну, и тут создадим еще один файлик. Например, вот такой вот. Да ладно, под папочку создадим. Да, и еще один файлик создадим. Все. Итак, наш FTP-сайт готов. Здесь выложены один файл, две папки. А в папке еще есть другие под папки. Теперь наш сайт надо опубликовать. Публикуем мы с помощью инструмента под названием Диспетчер Служб и ИС. Диспетчер Служб и ИС. Запускается вот такой вот инструмент. Мы обращаемся к нашему компьютеру. Нажимаем на сайты. Правой кнопочкой добавить FTP-сайт. Имя. Имя ставим произвольное. Ну, допустим, MyFTP. Физический путь. Физический путь указываем туда, где мы сохранили FTP. Ок. Жмем далее. IP-адреса все свободные. Да, пусть будет. Порт 21 не трогаем. Не трогаем. Единственное, что, значит, без SSL. С шифрованием, чтобы сейчас не возиться. Вот, выбираем без SSL. Жмем далее. Проверка подлинности. Отпускаем всех. Обычную. И разрешить доступ всем пользователям. На чтение и на запись. Готово. Все. Наш FTP-сайт заработал. Мы это все закрываем. Заходим в наш браузер. И вот сейчас просится делаем обновить страничку. И видим, что у нас опубликовались наши папочки. Можно зайти сюда, посмотреть, по серфингу. Все работает. Все. На сегодня все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал.